Русфонт и ГТРК Дальневосточная продолжают совместную благотворительную акцию помощи детям. Она нужна 16-летней Кате Колесниченко с ДЦП. С возрастом обычные гигиенические процедуры в ванной стали для девочки практически недоступными. Ей требуется электрический подъемник, который позволит сделать бытовую жизнь легче. У меня ноги постоянно болят. С большим трудом и не меньшей болью Катя исключительно с помощью мамы пересаживается со специального стула. Девочка родилась преждевременно, на седьмом месяце беременности. Реанимация, ИВЛ, выхаживание, реабилитация. К году прозвучал страшный диагноз – ДЦП. Всегда я верила в то, что мы справимся с этой проблемой. И мы очень много трудились упорно. К 2020 году Катюша могла ходить с ходунками с небольшой поддержкой. И ходить с подлокотными костылями тоже с небольшой поддержкой. Много стоять у опоры, сама вставать, садиться. Чтобы Кате было легче ходить, четыре года назад ей провели операцию на мышцах ног. Но положительного эффекта не достигли. Напротив, девочка совсем перестала передвигаться и пересела в инвалидную коляску. С тех пор обычные гигиенические процедуры, в том числе в ванной, стали для всей семьи настоящим испытанием. В два этапа подвезли, поставили на ноги, я держу, потом делается рывок, ноги поднимаются, задираются, сажают, ну, супруга ловит и сажаем в ванну. Отец Кате сам на инвалидности после двух инфарктов. Поднимать тяжести противопоказано. Семья остро нуждается в электрическом подъемнике. Стоимость 141 тысячи 59 рублей. Не хватает 27 тысяч. Для помощи Кате отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети» и любую сумму. Например, «Дети 100». Эта сумма спишется с вашего мобильного счета. Или пройдите по ссылке QR-кода. Другие способы помощи на сайте Русфонда. До операции Катя каждый день посещала школу, после продолжила обучение на дому. Сейчас с аттестатом в руках, в котором исключительно четверки и пятерки. В душе, с надеждой и мечтой. Следователям, я не знаю, насколько это получится. Это все реально, потому что мечта мечтой. Но тяжело мне. Тяжело все равно. И в связи с тем, что я не хожу, все это очень сложно. Екатерина Грузева, Сергей Шульга, Вести, Хабаровск.